Дети рисуют север. В городе Корабелов открылась масштабная выставка юных художников. На межрегиональный конкурс «Земля. Наш общий дом» поступило более 500 работ из разных уголков страны. Михаил Меньшинин побывал на открытии экспозиции. Конкурс детского художественного творчества «Земля. Наш общий дом» проводится в Северодвинске уже в седьмой раз. В этом году его темой стало освоение Арктики, ее история, мифы и быт народов, живущих на русском севере, отношения человека и природы. Композиция, она вообще основана на том, что там должен быть какой-то сюжет, главные лица, и поэтому надо, чтобы главная фигура была большая. И поэтому я нарисовала сову, как она охотится на лимминга. Юные художники искали вдохновение в разных источниках. Для кого-то это были книги или фильмы о северных животных, кто-то брал идеи из фотографий русской Арктики. На этой работе шаманы танцуют обрядный танец. Ее автор Лера Иошина вдохновлялась историей северных народов. Я читала про обряд с китами. Это что за обряд? Когда люди танцуют вокруг, около моря, чтобы загладить вину, что они убивают китов для еды. Итоговая выставка получила название «Легенды Севера». Конкурс проводится в четырех номинациях – живопись, скульптура, плакат и графика. Графика – это дополнительный предмет, который я преподаю. Мы занимаемся линогравюрой. То есть это печатная техника, печатная графика. Они, в принципе, им интересно, им нравится придумывать эскизы какие-то. Здесь работа именно в тоне идет. То есть им нужно понимать, что у них будет конкретно темное, что светлое. Картины на выставку присылают ученики школ искусств из Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов. Всего более шести сотен работ. При этом в экспозицию попадают не все. Чаще всего за рамками остаются картины с фактическими ошибками. Самая популярная фактическая ошибка в изображении пингвинов, которых, наверное, ребята берут из мультиков. Но, к сожалению, мультяшные герои и герои, которые обитают в нашей природе, они разные. Выставка «Легенды Севера» будет открыта до 15 января на базе детской художественной школы номер 2. А 21 декабря жюри определит победителей конкурса «Земля. Наш общий дом». Михаил Меньшенин, Светлана Михеевская, Регион 29.